Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в очередной раз я хотел бы подчеркнуть замечательный эфир, потому что у меня вновь очередной представитель САКСа-Банка. И говорим мы на замечательную, на мой взгляд, тему. Ну, прежде всего, я его представлю. Сегодня в студии «Сухого остатка» Саймон Фаздал, глава департамента САКСа-Банка по инструментам с фиксированной доходностью. Саймон, добрый день. Добрый день, Саймон. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и еще раз подчеркну, мы будем сегодня в основном обсуждать тему этих самых инструментов с фиксированной доходностью. То есть нас будет интересовать и рынок бандов, рынок облигаций, ну, и о неких производных инструментах мы тоже с вами поговорим. Что ж, не откладывая в долгий ящик, что называется, вопросов много обсудить, тем много, да, которые хотелось бы сегодня обсудить с Саймоном. Давайте сразу первый вопрос я задам ему. Саймон, ваше мнение о текущих событиях на финансовых рынках в целом, как вы оцениваете, да, их динамику, ну, и, может быть, там, что-нибудь о перспективах? Ну, во-первых, я считаю, что ситуация на финансовых рынках в целом сейчас довольно-таки стабильна. Хотя важно, что скажет ФРС, и что оно сделает в отношении сокращения финансовых стимулов в начале следующего года. Пока мы точно не знаем, когда это произойдет. Это неизвестно. И более того, есть шансы того, что ФРС снова проявит слабость и скажет, что давайте подождем еще немножко. И отложит эту программу сокращения стимулов. Ну, что касается Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы, то на них это очень хорошо повлияет. Если ФРС будет, прежде всего, мягкую политику исповедовать, или даже если она начнет сокращать, но очень мягко и плавно, это скажется положительно на развивающих рынках. В этом случае я хотел бы заметить, что последние события, связанные с продолжением программы QE3, да, как раз не дают преференции развивающимся рынке. То есть вся ликвидность, о которой в данном случае идет речь, идет прежде всего на развитые рынки в Штаты и в Европу в меньшей степени. А развивающие рынки как раз страдают от тока капитала, от дефицита ликвидности, но и падают, 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 и конца этому нет. С одной стороны, вы правы. Это действительно так пока. Это хороший очень вопрос, и причина, по которой все-таки мы будем стабилизацию, прежде всего, отношение от тока средств из развивающихся рынков, может быть, даже волну притока средств, наоборот, заключается в том, что, во-первых, QE продолжится, допустим, и ЕЦБ особенно, и ФРС в частности, они просто так рынки не оставят. И на фоне того, что этому пациенту будут продолжать давать ту самую микстуру, все-таки произойдет положительный такой спил-овер эффект, как мы его называем, да, то есть побочный эффект положительный скажется на развивающихся рынках. То есть, поскольку все-таки ситуация взаимосвязанная, Латинская Америка прежде всего выиграет, вот, ну и другие развивающиеся рынки. Но прежде всего Латинская Америка, потому что она наиболее чувствительна к воздействию ФРС. Я абсолютно уверен в том, что развивающиеся рынки прежде всего Восточной Европы покажут положительную динамику. И если еврозона начнет восстанавливаться более устойчивым, это, конечно же, тоже положительно скажется на развивающиеся рынки, прежде всего Восточной Европе. То есть, от очень слабого сценария роста в ряде стран, включая Россию, мы можем перейти к более агрессивному, более устойчивому росту в следующем году. Ну, хорошо, если позволите, мы еще раз чуть позже вернемся и к развивающимся рынкам, и к России в той числе, потому что нас это прежде всего интересует. А сейчас я хотел бы задать непосредственно вопрос, касающийся темы сегодняшней программы. Давайте поговорим о привлекательности рынка облигаций, в какой момент, собственно, инвестор поворачивается именно к инструментам с фиксированной доходностью, вот так называемых рисковых инструментов. Что он в этом случае, какую задачу инвестиционную он пытается решить? Ну, и взаимосвязь хотелось бы для наших слушателей определить, да, как рынок акций связан с рынком облигаций, ну и наоборот. Да, очень интересный вопрос. Во-первых, многие из тех инвесторов, которые инвестируют только лишь в акции, обязательно должны рассмотреть облигации, как вариант. С чем это связано? Балансируя акции и облигации в рамках одного портфеля, вы получаете гораздо более сбалансированный портфель. Во-первых, ну, понятно, главное – это то, что мы называем по-английски «тайминг», то есть когда инвестировать. И если вы посмотрите на текущие уровни, особенно по Америке и по Европе, то доходности облигаций сейчас все-таки низкие. Если говорить о высокоретингованных облигациях, безопасных облигациях, investment grade, то, что называется. Поэтому очевидно, что инвесторы начнут поиск доходности. Соответственно, они будут искать тех регионов, где предлагается более высокая доходность. А без этого это невозможно сделать без включения некого компонента риска в свой портфель. Поэтому развивающиеся экономики в этом плане выиграют. То есть отдельные селективные облигации покажут положительную динамику. То есть кратко-среднесрочные, прежде всего, облигации. Я не говорю о долгосрочных облигациях. Я имею в виду кратко-среднесрочные облигации. Они покажут положительную динамику развивающихся рынков за счет более высокой доходности. Во-первых, как портфельный менеджер, что необходимо сделать? То есть желательно иметь либо нулевую корреляцию с акциями, либо отрицательную корреляцию с акциями. То есть вот элемент хеджирования. То есть это совершенно естественный элемент, когда акции идут вверх, облигации вниз. Вот отрицательная корреляция. И наоборот. То есть на нормальных рынках, конечно же, это стоит делать. Но учитывая текущую среду, это довольно-таки проблематично. Особенно с высокоретингованными облигациями. Саймон, я хотел бы уточнить, если это возможно, что вы подразумеваете под нормальными рынками. Учитывая низкую доходность, именно облигации с высоким рейтингом, особенно это касается именно долгосрочных, то сейчас их вкладывать в портфель не стоит. Именно поэтому я считаю, что в следующем году инвесторы в основном начнут войну за поиск доходности. То есть они начнут инвестировать в те облигации, которые дают реальную деросификацию. Не забывайте, что облигация — это, прежде всего, определенный денежный поток. Вы знаете, когда у нас будет погашение, вы знаете купон. Вы знаете доходность погашения. Это очень важный элемент в противовес акции. То есть убирайте ту рисковость акции, ту неизвестность, ту волатильность и компенсируйте ее гораздо более безопасным, стабильным и прогнозируемым денежным потоком. Хотя, конечно, в облигациях тоже есть риски. Если позволите, еще раз вернемся мы к рынку Соединенных Штатов Америки, ну как к наиболее привлекательному сейчас со всех точек зрения. И если позволите, опять помечтаем. Программа количественного смещения будет, не будет, свернут, не свернут. Но если предположим, что даже какое-то сокращение начнется, мы многократно говорим, это сразу же, скорее всего, отразится в виде коррекции на американском рынке акций. Будет ли в этом случае инвестор искать, собственно, тихую гавань или искать возможность вложить освободившиеся средства именно в бандах на рынке облигаций? И что это за рынки будут? Может быть, это будут по-прежнему рынки развитых стран, не обязательно развивающихся. Давайте вернемся к маю прошлого года, вернее, этого года, когда Бернаки впервые заявил о том, что сокращение будет, ну, возможно, теоретически. После комментариев в мае мы видим, что доходность по 10-летней аппликации удвоилась. Мы увидели распродажи, которые прошли волны по развивающейся рынке, особенно Латинская Америка. В общем, распродажи на страхах. Это касается как локальных активов, локальных валют. Они все пострадали. После чего мы увидели ралли, как по Америке, так и по Европе. Но если вы посмотрите на развивающиеся рынки, то они как пострадали однократно, то есть просто некий репрайсинг произошел. Они до сих пор не восстановились. Так вот, это первый факт. А теперь второй факт. Что думает ФРС? Как оно думает, вернее? ФРС будет очень осторожно выбирать свои слова и очень осторожно выцеливать программу сокращений и то, как она вообще подает ее рынку. Почему? Во-первых, они уже увидели, на что они способны своими комментариями. Я прошу прощения, Саймон. Правильно говорить о том, что вот это выступление господина Бернанке в мае, после чего, да, вот произошло то, о чем вы сейчас говорили, это такая возможность прощупать рынок на реакцию, да, как это могло бы быть, если бы мы действительно, не случайно в сентябре резко развернулись веки. Совершенно верно. Это такая стратегия очень тонкая была. Он, на самом деле, действительно тестировал рынок. Я думаю, что они сами удивились этому тесту. Они, может быть, не ожидали, что одно такое заявление может вызвать такую сильную реакцию. Поэтому, в каком-то смысле, они, одна из целей была в том, чтобы сдуть немножко тот пузырь, который надувался на ряде рынков развивающих. Саймон, огромное спасибо. Сейчас мы прервемся, у нас новости в эфире. Послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А сегодня в студии Саймон Фаздал, глава департамента Саксо-Банка по инструментам с фиксированной доходностью. Собственно, мы в основном эту тему и обсуждаем сегодня. Чем интересны подобные инструменты, когда надо вкладываться в эти инструменты, как формируются портфели, диверсифицированные, либо исключительно состоящие из бандов. Ну и, как всегда, с представителями Саксо-Банка я люблю поговорить на тему рынка в целом. И, конечно, мы, я надеюсь, сегодня услышим от Саймона прогнозы, потому что известные предсказатели, все представители Саксо-Банка, как минимум побывавшие в этой студии, дают прогнозы и достаточно точные. Ну что, давайте вернемся к теме, о которой мы обсуждали до новостей. Итак, политика Федрезерва и ожидания по поводу того, что темпинг действительно может в ближайшее время случиться. Да, совершенно верно. Относительно сентябрьского объявления, когда ФРС снова удивила рынок, заявила, что ничего не будет. Из этого мы совершенно четко видим, что, во-первых, ФРС своими заявлениями оказала сильное воздействие как на американскую экономику, так и на другие экономики. И, в частности, ипотечные ставки точно так же сразу же возросли, все это отметили. И это, конечно же, в каком-то смысле ударило по американской экономике, то есть сделало, допустим, покупку недвижимости дома менее привлекательной. Поэтому, что касается следующего года, 2014 года, я абсолютно уверен в том, что ФРС будет чрезвычайно аккуратно подходить к своим сообщениям и к реальным стимулам. Не забывайте о том, что они достаточно уже простимулировали рынок. Вот представьте себе, допустим, вот он, 90 миллиардов, да? Если нужно будет сделать 100, они сделают 100. То есть, ну, в конце концов, чего мелочиться? То есть, если все, что необходимо, они будут делать. Сейчас у них не так много ресурсов уже осталось в плане, но то, что у них есть, они будут использовать. Поэтому зачем им слишком рано нажимать на педаль тормоза? Абсолютно согласен. И вот вам, как специалисту рынка облигаций, такой вопрос, я его адресовал многим, нашим, по крайней мере, экспертам. Сами скажите, а в принципе можно дождаться такого момента, когда выкуп... Тогда больше нечего будет выкупать просто. То, чем сейчас занимается федрезерв, когда выкуп облигаций уже иссякнет, что это называется. Что в такой ситуации делают тогда федрезервы? Замечательный вопрос. Теоретически, конечно, теоретически. Я не думаю, на самом деле, что здесь вот это стимулирование продолжится бесконечно. То есть, у ФРС есть четкий мандат. Им необходимо обеспечить рост экономики. И ни в коем случае не путаться под его ногами. Худшее, что может произойти с ФРС, это японский сценарий. Японский, как вы знаете, ФРС. Они ни в коем случае не хотят, чтобы это длилось десятилетиями. Не инфляция сейчас их волнует, потому что инфляции нет. хуже всего для них это стагнация. Они хотят видеть признаки реального экономического роста. Возьмите, допустим, Европу. В Европе тоже нет инфляции. У ЕЦБ сейчас другая проблема. И поэтому ЕЦБ делает все возможное для того, чтобы обеспечить восстановление экономического роста. Поэтому и будет продолжать свои QE, количество послаблений до тех пор, пока Европа не станет на ноги. Вот. И используют все инструменты. Я прошу прощения. Хорошее, на мой взгляд, сравнение как раз с Японией. Вернемся к мандатам Федрезерва или к задачам, которые решает сейчас, да, Федрезерв. Собственно, именно два акцента делаются с той же длением восстановления экономики. Это безработица, снижение безработицы до приемных уровней, ну, в районе 6,5, да, последнее заявление. И как раз рост инфляции, да, до 2%. Инфляция действительно не наблюдается. Не может ли это в конечном итоге и стать проблемой, да, отсутствия инфляции? Действительно, когда инфляция действительно очень низкая, как в Европе, так и в США, в продолжительное время, для ФРС и для ЕЦБ, это такая же проблема, как и ситуация, сейчас наоборот, с инфляцией. Не забывайте о том, что у них есть инструменты, которые нацелены на то, чтобы сократить инфляцию. И, на самом деле, сократить инфляцию с более высоких уровней легче, чем наоборот, создать ее. Совершенно верно. Поэтому можно сейчас наоборот с дефляционным циклом. Так вот, в случае дефляционного сценария, я думаю, ну, это будет хуже для всех классов активов, в принципе. дефляция там акций, рынка недвижимости, облигациях тоже можно будет забыть. То есть, обсайда там даже не будет. То есть, будет общая депрессивная экономика в таком случае. Вот я думаю, это будет самый сложный сценарий, самый тяжелый, потому что у ФРС и у ЕЦБ не так много инструментов, чтобы как-то справиться. Ну, вот, например, в Японии, например. Совершенно верно. И еще я хотел бы подчеркнуть, с января месяца, да, как известно, на пост главы Федрезерва заступает госпожа Елен. Она, как известно, приемлет ту же самую политику, она последователь, да, господина Бернанке. Но как раз выступая, по-моему, в октябре месяце, она сделала акцент именно на снижение безработицы, но абсолютно проигнорировала вот эту целевую ориентацию в 2%. То есть она может, в принципе, вообще на это не обращать внимания. Это не создает каких-то дополнительных рисков для американской экономики. Ну, во-первых, что стоит сказать? Рынок абсолютно убежден о том, что новый председатель ФРС будет более мягок, чем Бернанке. Еще более мягок? Вы имеете более мягок, чем Бернанке? Да, да, еще более мягок, чем Бернанке. А мы то, что мы видели в мае, этот тест, и учитывая все, что было сказано, ФРС хочет получить конкретные доказательства того, что экономика может себя поддерживать, может твердо стоять на ногах. и тогда, когда пациент уже выздоровел, они начнут убирать капельницу, все эти пилюли, вот до тех пор, пока этого не произойдет, до тех пор, пока не получим серию стабильных отчетов, вот, не только там ралли на рынке акций, да, а я имею в виду реальный сектор экономики, когда пока они не увидят, все экономические индикаторы показывают, что мы идем по пути восстановления, до тех пор, пока это не произойдет, ФРС не будет сокращать ничего. Кстати, по поводу ралли на рынке акций, прежде всего, на американском. Ну, опять, исключительно ваше мнение меня интересует, потому что, есть по этому поводу разные точки зрения, одна из них наиболее популярна, или набирает популярность в последнее время, что американский рынок акций, это надувающийся пузырь. Вы согласны с этим? Здесь как бы и да, и нет. Не могу сказать, что это супер пузырь. Другое дело, что мы сейчас находимся на уровнях, я имею в виду американские акции, и высокодоходные корпоративные облигации. Спреды сокращаются у нас, причем они сокращаются уже до тех уровней, где просто обстоятельства и перестают отсутствовать. И, в принципе, та же самая ситуация у нас уже начинает появляться в Европе. Вот именно поэтому инвесторы будут смотреть уже на развивающиеся рынки. Ну, просто потому, что они получают больше за свои деньги. Гораздо более привлекательные рынки становятся развивающиеся, чем развиты, исходя из этого репрайсинга, который произошел после заявления Бернанки в мае. Хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, мы к этой теме еще неоднократно подойдем. Давайте вернемся к разговору о рынке бандов, о рынке облигаций. Если можно, давайте поговорим сейчас о том, какова ценность различных облигационных секторов, ну, имеется в виду, да, облигации корпоративного сектора, государственные, муниципальные облигации. Как правильно сделать выбор, только лишь глядя на цены и на доходности по ним, или есть еще какие-то другие критерии? Скажите, пожалуйста, Саймор, вы должны смотреть на вашу бандовую портфолио. Как вы делаете это? Отвечая на ваши вопросы, я могу сказать следующее. Инвесторам, прежде всего, с учетом потенциального воздействия ФРС, смотреть на, прежде всего, чувствительность, региональную чувствительность к этой программе сокращений. Какие регионы от этого выкроют, какие пострадают. И здесь нельзя просто брать развивающиеся рынки, нужно смотреть селективно, вплоть до конкретных стран, их потенциальной чувствительности к этой программе. И, исходя из этого, уже выбирать, исходя из нашего собственного аппетита к риску, профили к риску, исходя из времени. Потому что, ну, здесь самое главное, когда вы вложитесь. Это касается всех участников рынка. Потенциальное ралли может произойти после начала сокращения. Сайм, если можно, давайте, если можно, уточним, да, вот хорошее слово чувствительность, оно несколько нематериальное, его сложно понять инвестору. В чем чувствительность, да, рынка, в чем чувствительность инструмента, от чего зависит, да, что он более чувствительный, менее чувствительный. Говоря о чувствительности, прежде всего, один из ключевых факторов это дюрация, то есть срочность облигаций, особенно если у нас будет сокращение стимула сетем НФРС. В таком случае, более длинные облигации будут более чувствительными, потому что непонятная ситуация со ставками долгосрочная. Дальше, суверенные риски, еще один фактор риска, который стоит обязательно учитывать. И в данном случае, здесь уже можно вычитать те страны, которые будут либо политически, либо еще каким-то причинам более чувствительны. То есть, то, что мы называем суверенные риски, то есть, либо включать, либо выключать, исходя из вашего профиля к риску. Это еще один параметр. Следующий, это конкретные имена, то есть, имитенты облигаций, то есть, конкретные корпорации. Это уже следующий уровень. Ну, например, высокодоходная облигация. С одной стороны, ряд этих облигаций имеют, в факт, достаточно высокий риск, ну, риск того, что ты не получишь свои деньги на сайте. Саймон, прошу прощения, ну, время прерваться, сейчас новости мы послушаем и потом продолжим очень интересный разговор. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.фм. Сегодня у меня в студии Саймон Фаздал, глава департамента Саксабанк по инструментам с фиксированной доходностью. Ну, и, естественно, мы обсуждаем все прелести рынка облигаций. Их огромное количество, как выясняется. И мы будем продолжать это выяснять оставшиеся полчаса. Помимо этого, естественно, мы говорим о рынке в целом. Ну, и я надеюсь, все-таки Саймон даст некие предсказания на 2014 год. Это будет здорово. Саймон, вернемся к нашему разговору. Итак, мы говорили о выборе облигаций, от чего он зависит. Обсуждали момент чувствительности той или иной бумаги и остановились на рисках, связанных с эмитентом. Выбор облигаций в зависимости от эмитента. На что здесь надо обратить внимание? Первый инструмент любого инвестора в облигации это рейтинг. То есть у любой компании есть какой-то рейтинг. Поэтому, будь то банки, будь то просто любые корпорации, если у нас низкий рейтинг, и облигация торгуется ниже 100. Соответственно, вероятна долговая конфереструктуризация или вероятность того, что они пропустят купонный платеж. Вот это один из факторов, на который мы смотрим при выборе тех или иных корпоративных облигаций. И в отличие от рынка акций, где акцент больше идет на результаты, то есть мы смотрим там корпоративный отчет, там P&L и прочее. Когда мы инвестируем в облигациях, мы прежде всего думаем о вернем мы свои деньги назад. Вот там как раз ключевая разница между акциями и облигациями. Хорошо. О рейтингах мы заговорили. Этот вопрос может быть несколько субъективен, или мнение это может прозвучить несколько субъективен, но в нынешних временах, насколько правильно доверять рейтингам, или здесь лучше свое личное я не включать. Если есть в списке облигаций, значит я ей априори доверяю. Если нет ее в этом списке, значит я ее выключаю из подфеля. Рейтинг это очень полезный инструмент. Я не говорю о том, что они абсолютно беспристрастны и абсолютно объективны. Но с другой стороны это инструмент, который принят это ключевой инструмент коммуникации на рынке облигаций. Все этим пользуются, пользуются как правительство, так и корпорации. Поэтому, да, с одной стороны рейтинг это всегда запаздывающий индикатор. Правильно? И всегда умный инвестор должен пользоваться еще и своей головой, но при этом не смотреть на рейтинги неправильно. Особенно в отношении корпоративных облигаций рейтинги очень показательны в плане ситуации с рисками той или иной компании. Но мы точно знаем, что все, что ниже triple B, то есть то, что тройное B, это то, что называется высокорисковый сигнал. Ну а если уже ниже, допустим, B и уже тройное C, это уже то, что John Bonds называется, бросовые облигации. Здесь риски уже очень высокие. Соответственно, мы ожидаем, что нас компенсируют гораздо более высокой доходностью. То есть мы ожидаем премию за риск в данном случае. Понятно. Понятно. Хорошо. Значит, мы сейчас по большому счету обсудили возможности приобретения корпоративных облигаций. А на что смотреть опять-таки более детально, если можно, если мы будем говорить о облигациях государственных? И там тоже есть наверняка параметры, связанные с риском и с доходностью. Как правильно сделать выбор? Что касается казначейских облигаций, особенно развивающихся рынков, государственных облигаций, то там очень многие облигации очень привлекательны в настоящее время. То есть они могут быть имитированы в американском долларе, допустим, евро динаминированной или же в локальной какой-то валюте, неважно. Доходность, которую вы получаете по этим облигациям, должна быть адекватно суверенным риском или риском политической ситуации той или иной страны. Опять-таки, можно использовать рейтинги уважаемых агентов с одной стороны, но еще важнее смотреть на общую динамику той или иной страны, особенно с учетом репрайсинга, который произошел у нас в 2013 году. И в целом инвесторы, особенно европейские инвесторы в настоящее время, в 2014 году начнут ту самую войну за доходность. То есть, они начнут снова возвращаться в развивающиеся рынки, потому что они устали от того, что они сидят на этих позициях, которые ничего им не дают. Поэтому они будут идти в эти рынки в ожидании повышенной доходности. Ну, если позволите, еще один вопрос, ну, похожий может быть. как материализовать вот этот риск, связанный с суверенными ситуациями в той или иной государстве. насколько я понимаю, есть некий, да, бенчмарк, там, допустим, американский трежерис. Да, все, смотрим на доходность этих облигаций, и все, что выше, будет уже связано непосредственно с рисками политическими. Или какой-то другой подход здесь есть. Я имею в виду какой-то другой подход здесь есть. Как вы снизируете политические риски? Да. Это, что мы называем премия. И премия выражается не только в политических рисках. Она выражается еще и связана и у вас в функции, вернее, фундаменталии того или иного рынка, той или иной страны или региона. Но фундаменталии это один из аспектов. Помимо фундаменталии нужно смотреть еще на чувствительность той или иной экономики к внешним воздействиям. То есть системные, имею в виду, шоки, так сказать, системные воздействия. И в этом отношении сравнение более чувствительной экономики и менее чувствительной экономики выражается в той премии за риск, которую мы получаем. Например, там чувствительность той или иной страны к программе сокращения ФРС США. То есть в этом плане центральная и восточная Европа, особенно Россия, гораздо лучше себя чувствует. То есть они показывали исторически достаточно толстокожесть к внешним шокам по сравнению, например, с Латинской Америкой, которая и физически, или с Индонезией, если мы говорим о майских событиях. Или с Индонезией, конечно. То есть вообще, если посмотреть на вот эту миграцию, которая начала происходить после заявления Бернанки в мае, мы видим чувствительность по Индии, по Бразилии, по Индонезии, по Южной Африке, в Латинской Америке. И в этом плане фундаментали становятся снова очень важными, потому что они проявляются все несоответствия, дисбалансы рынков. И та слабость, которую они маскировали, сразу же становится явной. То есть мы в результате этого заявления увидели ряд очень чувствительных экономик, реально чувствительных к внешним воздействиям. И это испугало ряд инвесторов. С этим был связан как раз отток связ, поэтому в следующий раз они будут смотреть на развивающие рынки, но уже более защищенные, менее чувствительные к таким воздействиям. И вот в этой связи еще один тонкий момент, на мой взгляд, по крайней мере, если я инвестирую в облигации, которая номинирована в локальной валюте, в национальной валюте. И вот этот пример опять майский с Индией, с Индонезией, с Бразилией и с Россией в том числе говорит о том, что у меня возникает сразу же огромный риск валютный, так называемый. Потому что мы видели, как снизились валюты той же Индии, той же Индонезии, и как все-таки относительно стабильно повел себя рубль. Вот в этом случае опять-таки выбор бумаги для инвестирования, как хеджировать может быть валютный риск, или как сделать этот выбор правильным, чтобы в конечном итоге твою высокую доходность по облигации не съела снижающаяся валюта. Как защитить себя от слабости, или ослабление локальной валюты. Как вообще ослабить суверенные риски, как убрать из уравнения валютный риск, инвестируя в облигации. И можно, допустим, выбрать долларовые облигации. С одной стороны, доходность будет ниже, но с другой стороны, выбирайте валютные риски. или же, вот как вы сами сказали, особенно по рублю, мы это видели в ситуации, то есть быть просто селективным, то есть выбирать те валюты, которые покажут федерически меньшую чувствительность, меньшую корреляцию. То есть, здесь не все яйца в одной корзине, не все развивающиеся рынки, не все развивающиеся валюты должны ревolta одинаково. Какие-то более чувствительные, а какие-то наоборот, как рубль менее чувствительные. Я думаю, что это хороший урок для очень многих инвесторов. Поэтому в этот раз есть совсем развивающиеся рынки, а есть тоже развитые развивающиеся рынки, как Россия, которая уже одной ногой в развитых стоят. Очень интересно, Вообще, когда мы касаемся некой классификации, всегда любопытно, куда, на ваш взгляд, попадает тот или иной деловой регион, та или иная экономика. И вот сейчас, Саймон, если можно, мы, насколько я понимаю, классификацию представляем следующим образом. Есть развитые экономики или рынки, есть развитые развивающиеся, есть просто развивающиеся. Вот если посмотреть на географию мировую, там, основные пятна, куда, какую экономику вы могли бы отнести? Еще раз, какую из экономик, куда вы могли бы отнести? Какую к развитым, какую к развитым развивающимся? Which ones do you consider to be developed? Which ones do you consider to be late developed and early developing? If you would sort it out, all economies in the world? Yes. Again, the definitions are quite clear, but I guess the saying is different. Ну, основные пятна, может быть, основные. It's some spots on a global map. Yeah, exactly. I think that when we take Eastern Europe, если взять регион Восточной Европы в целом, то считайте, что это уже развитые, развивающиеся рынки, да. То есть это гибридные рынки, так называемые, которые показывают меньшую корреляцию и большую защищенность. Вот, то есть по сравнению с Африкой, например, который является вообще на рождающемся рынком. Вот. Поэтому, что касается побочных эффектов, то есть того самого рикошета, то прежде всего, конечно, Центральная Восточная Европа. В случае восстановления ключевой, основной Европы, также будет положительный эффект на развивающую Восточную и Центральную Европу. Потому что они очень сильно связаны как торговыми отношениями, так и... То есть, и, соответственно, в случае еще одной волны восстановления экономики в Европе, развивающиеся рынки в Восточной и Центральной Европе, станут еще менее развивающимися и более развитыми. То же, допустим, если взять, например, Латинскую Америку, да, несмотря на то, что там есть геополитические риски, там, и, там, других рисков, да. Допустим, Латинская Америка, она все еще, ну, то, что называется, реально развивающаяся. Хотя, допустим, Бразилия, Венесуэла, они уже живут сейчас очень интересные времена. Вот, это то, что называется развивающиеся, типичные. А помимо этого, когда мы говорим о развивающейся рынке, мы всегда подразумеваем дополнительную премию. То есть, не только в плане недоразвитности экономики, за которую мы платим в виде премии, но и политические риски, которые включены, будь Латинская Америка, например, и свойственные политические риски. Ну, то есть, логично, что у каждой развивающейся рынок все-таки, да, в той или иной степени, эти политические риски обязательно присутствуют. То есть, есть взаимосвязь, да, то есть, развивающаяся экономика, и это обязательно развивающаяся некая политическая структура. Так или иначе, политический компонент всегда зашит в развивающейся экономику в большей или меньшей степени. Но он всегда присутствует. Вообще, кстати, как инвестор в облигации, вы можете даже пользоваться этим. То есть, когда видите, что на самом деле компания-то хорошая, и, соответственно, платит за это при этом еще и премию за риск. Спасибо, это очень интересно. Но, если можно, мы более детально об этом поговорим после новостей. Сейчас новости на Финам.фм. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Саймон Фаздал, глава департамента САКСа Банка. По инструментам с фиксированной доходностью мы обсуждаем тему инвестиций на рынок облигаций. Ну и, собственно, обсуждаем, помимо всего прочего, как всегда, весь финансовый рынок. Я надеюсь, через некоторое время, я попрошу, по крайней мере, об этом Саймона, вот он озвучит свои прогнозы на 2014 год. Вернемся к разговору о классификациях, развивающиеся, развитые, нарождающиеся. Вот, кстати, такой термин прозвучал из уст Саймона, нарождающиеся рынки, и прозвучало слово «Африка», африканские рынки, нарождающиеся. Если позволите, знаете, вот на эту сторону посмотрим, с какой точки зрения. Я много раз слышал мнение о том, что, в принципе, да, рост мировой экономики во многом под вопросом, именно потому, что мировой экономики, ну, развитым рынком прежде всего, и развивающимся в том числе, расти-то особо и некуда уже. Весь потенциал они уже собрали, что называется, использовали. А вот нарождающиеся рынки, такие как Африка, ну, пока это, конечно, кот в мешке в определенном смысле, но именно там потенциал для нового витка развития мировой экономики в том числе. Как вы считаете, Сайм, ваша точка зрения? Во-первых, я с вами полностью согласен. Мы как инвесторы, в принципе, должны понимать о том, что в традиционных экономиках мы будем видеть пониженные темпы роста. То есть то, что называется классические развивающиеся рынки, уже давно не развивающиеся. Они, в принципе, уже квази-развитые. Поэтому следующее, нужно идти в нарождающиеся рынки, таких как Африка, например. В Африке действительно много возможностей. Там есть потенциал. Но, опять-таки, не везде. То есть нужно смотреть, что это за облигации. Желательно, конечно же, динаминированные в долларах, чтобы избежать валютных рисков африканских. Вам это не нужно. Да, но при этом, конечно же, прежде всего, это политический риск. Любая Африка — это политический риск. Это нужно всегда учитывать при инвестициях. То есть по определению вы попадаете под эти риски. И здесь уже совершенно иные критерии. Это не то же самое, что покупать европейскую какую-то облигацию или еще какую-то. Это совершенно своеобразный регион. То же самое касается, например, уже активных инвестиций и корреляции в своем портфеле. Здесь мы можем увидеть относительно низкую корреляцию между рынком Африки, например, и рынками, допустим, акций Европы или Америки. То есть вы можете увидеть, что, например, какие-то классы активов, которые живут в каких-то собственных мирах и торгуются как-то совершенно без корреляции. Как бы изолированы совершенно. В отношении Африки это возможно. И каким-то инвесторам это почему-то понравится. То есть такая тотальная диверсификация. Я тоже сейчас подумал о том, что это могло быть как раз очень интересным. Мы уже привыкли к этим стандартным взаимосвязям. А здесь вдруг какой-то новый мир, новая планета. Она живет совершенно другой жизнью. И кто в этой жизни сможет разобраться, наверняка у того большой потенциал. Это мы говорим сейчас об африканском рынке, да? И это не может не привлекать инвесторов, в чем я имею в виду, прежде всего, крупные пенсионные фонды, и, допустим, фондовые менеджеры, особенно из Европы, потому что они сейчас отчаянно пытаются найти ту самую доходность, что их наказывает Центральный банк за то, что они показывают результаты. И, в частности, нарождающиеся рынки, новые развивающиеся рынки, как мы их называем, и как Африка, их не могут не привлекать. И, естественно, везде, где есть дополнительный апсайд, дополнительный потенциал получения этой лишней доходности, но это как раз этот самый регион, Африка, да, она предлагает такие возможности. Но при этом значительная премия, конечно же, платится прежде всего за политическую ситуацию, которая, ну, прежде всего, неустойчива во всем регионе. Очевидно. Хорошо. Саймон, давайте тогда вернемся вновь к заявленным, да, по крайней мере, темам нашего разговора. И я хотел бы сейчас поговорить с вами о том, какие возможности Саксо Банк предоставляет своим клиентам в области трейдинга облигаций. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Скажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что касается возможностей, которые мы предлагаем, как Саксо Банк, то прежде всего глобальное покрытие. У нас 25 офисов, расположенных по всему миру. А, соответственно, мы получаем глобальный взгляд. То есть мы видим, прежде всего, как трейдеры движения потоков из, допустим, Восточной Европы, из Азии, допустим, в Латинскую Америку, перетоки все из регионов. Мы это все видим. Мы предлагаем облигацию любых регионов. И более того, мы видим, как ведут себя инвесторы в том или ином регионе. Мы видим, какие дискуссии происходят, какие темы горячие, их мнение, что важно, какие темы обсуждаются. И мы видим, допустим, мнение инвесторов в одном регионе о привлекательности или непривлекательности облигаций другого региона. Вот это дает нам такую очень комплексную картину облигационного мира в целом. И позволяет нам направлять инвесторов. Если мы видим, что, допустим, один регион пытается инвестировать в другой регион, мы это видим. То есть мы помогаем в этом плане, то есть даем подсказки. То есть мы показываем, куда идут потоки ликвидности. То есть, это самые тренды. Вот, и смотрим на те облигации, которые подпадают под эти тренды. Я думаю, что вот это основное наше преимущество, именно глобальный взгляд и понимание динамики. Ну и в комбинации с нашей торговой платформой. Да, вот я хотел бы уточнить именно это, потому что понятно, что интернет-трейдинг сейчас во многом связан с высокими технологиями. Та же самая торговая платформа, торговый терминал во многом решает выбор брокера для того или иного частного инвестора. Вот с этой точки зрения, каким образом вы предлагаете услуги своим будущим клиентам или нынешним клиентам? И какие перспективы, может быть, с точки зрения усовершенствования торгового терминала? Я являюсь профессиональным трейдером последние 18 лет. Я не аналитик, я первуюсь всего трейдером. Я всегда говорю как трейдер. И в этом отношении платформа Аксесса-банка предлагает очень большие возможности. Прежде всего, ширина и приложение очень широкого класса инструментов. То есть, возможность диверсификации. То есть, вы торгуете всей вселенной, по сути, финансовых инструментов, которые имеются. Поэтому вы, как инвестор, можете, например, выбрать какой-то любимый свой класс активов в каком-то конкретном регионе. И торговать этим регионом. Вы можете создать собственную ценную стратегию, собственный портфель, который не будет чем-либо ограничен. Потому что вы в своем выборе ничем не ограничены на данной платформе. Она предлагает все возможности. Я думаю, что в этом уникальность как раз. Согласен, согласен. Ну, еще раз повторю, по крайней мере, это очень важно для частного инвестора. Саймон, ну и осталось у нас совсем немного времени. Давайте все-таки к вожделенным предсказаниям. Мы с вами вернемся. Давайте поговорим все-таки, на ваш взгляд, как будет складываться ближайший 2014 год с точки зрения рынка глобального, с точки зрения рынка локального, российского все же, да, прежде всего нам интересно. Ну и как будет выглядеть. Где будет доходность та самая? А если говорить о текущей ситуации, то рынок ожидает сокращения. То есть все считают, что казначейские облигации доходности упадут вверх после этого. Это с одной стороны. И все ожидают, что это начнет сказываться на развивающихся экономиках. То есть, снова увидим рост доходности после этого. Лично я уверен в том, что ФРС будет подходить очень мягко к этой ситуации. То есть, да, какая-то турбулентность будет. В данный момент объявление о том, что все, мы сокращаем. Но это будет небольшая турбулентность. То есть, некая такая, знаете, начальная реакция. Я абсолютно уверен в том, что ФРС будет делать это очень мягко. Когда рынок разберется в том, что, а, это вот что оказывается, рынок успокоится и вернется на нормальные уровни, и мы увидим нормальную, здоровую ситуацию, которая снова вернется в развивающиеся рынки, и они снова начнут привлекать потоки. Поэтому я ожидаю возврата к классике, то есть к классическим развивающимся рынкам, которые в 2013 году показали плохие результаты. Хотя в США, конечно, стоит ожидать низких доходностей, как и в Европе. Именно поэтому инвесторы начнут борьбу и охоту на повышенную доходность, прежде всего в развивающихся рынках. То есть, сам факт того, что ставки низкие в Европе и в США, начинают их выталкивать в развивающиеся рынки. Особенно это касается окружающих рынков Евразума, то есть это Центральная, Восточная Европа, Россия, они этого прежде всего выиграют. А что касается европейских акций, то они уже такой динамики не покажут, как в этом году, я считаю. Поэтому у меня основной сценарий, такой сценарий умеренного роста в следующем году, скучный сценарий, конечно, но реалистичный. И при этом низкие доходности, то есть умеренный рост Евразума, ЕЦБ, всячески пытающийся стимулировать своими количественными послаблениями Европу, чтобы ее спасти, чтобы она все-таки встала на ноги согласовым мандатам. В США примерно та же самая ситуация, мы ожидаем все-таки улучшения, при этом сначала программы сокращения в определенный момент, но при этом очень мягкий подход, то есть постепенный, и в каком-то смысле это уже зашито в рынке, то есть ожидания уже так или иначе присутствуют на рынке. Что касается конкретных цифр, уровней, вернее, на которых мы сейчас торгуемся, большинство инвесторов, в принципе, согласятся, я думаю, с тем, что развивающиеся рынки пострадали, был отток, и такого ралли, как, например, в Европе и США, мы не видим сейчас на рынке акций. И вот здесь мы как раз, я думаю, увидим некий возврат, то есть мы увидим обратный поток, возврат средств в эти развивающиеся рынки. Вот, я имею в виду облигации и акции облигаций. Не может быть то же самое по акциям, вот, но здесь более шаткая ситуация, потому что прежде всего рынки облигаций выигрывают, именно развивающиеся рынки облигаций. Ну, просто потому что облигаций по облигациям в Европе практически отсутствует, и мани-менеджеры, они просто вынуждены будут идти инвестировать в развивающиеся рынки, то есть, ну, ближайшие регионы, прежде всего, Центральная Восточная Европа, Латинская Америка. Ясно. Спасибо. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. Напомню, в студии сухого остатка сегодня Саймон Фаздал, глава департамента Саксо-банка по инструментам с фиксированной докладностью. Саймон, я благодарю вас, что вы нашли время для посещения нашей студии. Спасибо вам огромное, уважаемые слушатели. Спасибо за внимание, успехов на рынке. До свидания.